Совершить путешествие в историю тысячелетнего Бреста, увидеть археологический раскоп музея Бересте в необычной подсветке, познакомиться с забытыми играми, культурой и традициями, предложили гостям мероприятие организаторы традиционной берестейской маёвки. Это у нас такая имиджевая акция. И мы стараемся таким образом популяризировать историю, наш музей, чтобы люди немножко понимали, как люди и жили, как одевались. О том, как одевались наши земляки, начиная с древности и вплоть до современности, можно было увидеть в самобытном дефиле от Бересте до Бреста. У нашей берестянки небольшой кожаный кошелёк – калита. На ногах туфли из мягкой кожи со свободным лацканом и вырезом, украшенным вышивкой. За 20 минут перед зрителями сменилось несколько исторических отрезков в костюмах и лицах, начиная с 11 века. Жители Бересте, Брест-Литовска, Бреста-Надбугом и современного Бреста поведали свои удивительные истории и донесли образ эпохи. Сегодня представляю 17 век, гайдук, пехота венгерского типа, то есть примерно такие же, были здесь, как раз на территории Брестского замка, составляли основу гарнизона в 17 веке. Это время, когда было, скажем, такое небольшое похолодание и достаточно тёплая одежда, суконный жупан, суконная подбитая льном делия, шапка-магерка, суконные штанишки. То есть, в принципе, хорошо, что сегодня прохладно. Я представляю образ солдата Русской императорской армии начала Первой мировой войны, он конкретнее 149-го Черноморского пехотного полка. До начала Первой мировой войны в городе Брест-Литовске этот полк был расположен в северном городке, в Казанах. На мне представлена классическая солдатская одежда, бивно-стёрочная рубашка, шароварные штаны, фуражка, также разные элементы снаряжения, такие как подсумки. Подсумки один носилось по 30 патронов на винтовку Мосина, два получается у нас уже 60, ещё дополнительный патронный подсумок, на грудной патронтаж ещё также, шинельная классическая скатка. Три персонажа сегодня представляют 70-е годы, 50-е, 60-е, в принципе, каждое десятилетие 20-го века представлено. Однозначный образ поднимает настроение, не один день был потрачен для того, чтобы найти подходящую прическу, найти подходящий макияж. И, конечно, этот антураж весь, ты в него вживаешься, слушаешь музыку, возможно, даже, поэтому однозначно вживаешься в образ. И многие мне сказали, что я не в то время родилась, что должна была родиться, чтобы молодость моя прожила в 70-е. Но на этом вечер не закончился, а для гостей мероприятия были подготовлены и другие приятные сюрпризы. Сегодня мы находимся вместе с нашими воспитанниками, воспитанниками творческого центра «Арт Кипер», они позади меня, тоже готовятся к выступлению. Мы рады и счастливы принимать участие в таком ярком, летнем, праздничном мероприятии. И рады, что нашим горожанам, что брестянам тоже небезразличная культурная жизнь нашего города, мы с удовольствием ее поддерживаем. Берестейская маевка вернется в следующем году, а пока все гостей и жители города ждут в музеях Бреста, чтобы еще раз соприкоснуться с уникальной историей края, почувствовать связь веков, узнать больше о своих предках и их жизни, чтобы лучше узнать себя.